МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на канале Ника в студии Сергей Коробков. В нашем выпуске. С миру по нитке в Малорославецком районе после ремонта открылся детский сад. Судебное решение есть, а толку нет. Приставы рассказали журналистам о ситуации с белорусским рынком. Белая ромашка как символ здоровья. В Калуге началась неделя борьбы с туберкулезом. Теперь об этих и других событиях подробнее. Профессиональный праздник сегодня отмечают работники культуры, сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. Хранителей традиций и искусства поздравил глава региона. Он напомнил, что 2014 год объявлен в России годом культуры. И людям, которые работают в этой сфере, отводится духовно-просветительская миссия. Анатолий Артамонов отметил, что достижения наших земляков в музыке, литературе и живописи известны далеко за пределами родного края. А накануне глава региона провел личный прием, где жители области делились проблемами, в основном связанными с переселением из аварийных домов. Главный вопрос – когда можно переехать. При этом для некоторых не менее важный фактор местоположения нового дома. Например, жительница Людинова обратилась с просьбой предоставить жилье в том же районе, где она проживает сейчас. В семье ребенок с ограниченными возможностями, и родственники специально переехали, чтобы помогать семье. Глава региона и представители профильных министерств пообещали рассмотреть этот вопрос и найти оптимальное решение. Кроме того, губернатор отметил, что есть возможность ускорить реализацию программы ветхого жилья, если условия будут одобрены правительством. Сейчас мы переговоры такие с правительством Российской Федерации введем, о том, чтобы увеличить долю софинансирования. И если это произойдет, то тогда, может быть, и в 14-м году этот вопрос будет решен. Но то, что у вас есть перспектива на 15-й год, это тоже не плохо. Сказочное новоселье. В поселке Головтиево Малорославецкого района после ремонта открылся детский сад «Росинка». Здание починили на средства районного бюджета, а областной помог с приобретением оборудования и мебели. Когда сказка становится былью, знает Татьяна Зимушева. «Росинка» – первое дошкольное учреждение района, которое узнало, что такое капитальный ремонт. Здесь были переложены коммуникации, изменился внешний облик, появилась новая мебель и оборудование. Для достижения идеальной цели понадобилось несколько лет. Все это время сад работал, закрыл свои двери лишь на три месяца, пока шла внутренняя отделка. Детский сад, дом родной, прямо скажем, воспитательский труд очень важен. Отшанешь за порог, всюду дети. Детский сад, милый мой, лучше всем на свете. С обновлением зданий и творческий настрой коллектива получил новый заряд, отмечает заведующая Елена Зайцева. Она называет этот день сказочным новосельем. Не от того, что в гости приходят вымышленные персонажи, а из-за уютной атмосферы, в которой, говорит, и работать стало легче. Это просто сказка для детей, которая действительно воплотилась, скажем так, мечта всего коллектива. Что действительно мы дождались таких прекрасных условий, что вот заходишь и хочется работать, хочется творить. Ну, просто хочется жить в этом дошкольном учреждении. Наш любимый детский сад, он всегда нам очень рад. Утром, вечером встречает тех, кто завтра пригласит. Своей радостью Головтеевцы делятся и с соседями. Сад рассчитан на 120 мест и принимает детей из древни Максимовка и поселка Ерденево. Раньше, по словам родителей, в нем даже находиться было опасно. В ужасном состоянии была очень большая стена, в стене трещина, прямо от начала до конца. Сейчас трещину замазали, убрали, все сделали, фасад поменяли полностью. Приятно смотреть. Еще бы вот дороги сделали. Дорогу власти пообещали сделать в ближайшее время, а в перспективе решить и главную задачу всей области – ликвидировать очереди в Ясли. Эту потребность необходимо закрыть в ближайшие два года, для того, чтобы все дети, родители которых хотели бы отдать детские садики, уже с полутора лет могли бы в Ясли ходить. Поэтому я думаю, что эта перспектива неминуемая. Ну а если их детских мест, даже после открытия новых, не будет хватать, то это хорошо, потому что, значит, дети рождаются, и у нас появляется больше и больше. Сами же дети о средствах и очередях ничего не узнали, но положительные изменения точно заметили. В светлых стенах и по знакомому массажному ковру стало ходить приятнее, сидеть на полу теплее, а главное, говорят, стало больше танков, кукол и конструкторов. Татьяна Зимушина, Валерий Грищенко, телекомпания НИКТВ, Малая, Славицкий район. Судебные приставы через калужских журналистов обратились к предпринимателям белорусского рынка. На брифинге, который прошло в областном управлении руководителя ведомства, призвали бизнесменов добровольно выполнить постановление суда и освободить территорию. Сергей Романов с подробностями. История с белорусским рынком началась почти два года назад. В 2012-м был принят закон, согласно которому открытая торговля должна была переехать в крытые павильоны. Под его действия попал и белорусский рынок. Уже 1 января 2013-го продавцы должны были свернуть свои торговые точки, но этого так и не сделали. Судебная тяжба тянется до сих пор. В настоящий момент у судебных приставов на руках 60 исполнительных производств об освобождении занимаемой территории предпринимателями. Мы призываем также граждан, которые обязаны в соответствии с решениями суда исполнить поставленные перед ним судом задачи, в тесном соответствии с службой судебных приставов и обратиться к нам для того, чтобы еще раз мы могли разъяснить их права и те законные пути решения ситуации для того, чтобы исключить вот такую конфликтную ситуацию. То есть предприниматели просто должны заплатить штрафы, если такие имеются, и освободить территорию рынка. Впрочем, без работы они не останутся, утверждают представители городской власти. Вот уже два года они терпеливо предлагают самые различные варианты, где бизнесмены от торговли смогли бы продолжить свою работу. Многократно мы им предлагали и освещали это и на телевидении, и в СМИ, и в личных встречах, и в совещаниях, и так далее, и так далее. И многократно им предлагались места как в стационарных торговых объектах. Допустим, ярмарки, ярмарки, они размещены у нас по всему городу, во всех частях города. Сейчас планируется открытие новых ярмарок, да, в том числе для решения этого вопроса. И второй момент, это как бы для обеспечения вот этих отдаленных районов доступными услугами и продуктами. Также предпринимателям предлагали переехать на территорию центрального рынка. Но пока бизнесмены не торопятся менять свои прописки. И как торговали на старом месте, так и торгуют. Хотя рано или поздно это все же прекратится. Закончатся судебные тяжбы, и палатки все же придется перенести. А помогут в этом судебные приставы. Они готовы применять любые меры воздействия, естественно, не выходя за рамки закона. А на месте нынешнего белорусского рынка должен появиться парк и подземная парковка. Сергей Романов, Алексей Пехов, телекомпания НИКО-ТВ. Калуга должна заговорить. Главный архитектор города Евгений Голошев представил предложение по размещению памятных досок на фасадах исторических зданий. Всего в Калуге более 300 таких памятников архитектуры. И далеко не каждый горожанин о них знает. Дом купца Теренина стал одним из первых, получивших новую визитку. Памятная доска сделана из искусственного камня. Это дешевле, чем чугун, но, по мнению Константина Баранова, и не так надежно. Прежде чем размещать подобные плиты на других зданиях, исполняющий полномочия городского головы предложил депутатам и коллегам из управлений рассмотреть все варианты. В том числе попросить помощи у калужских предприятий. Пусть они нам помогут. Мы их не будем торопить. Пусть они, может, нам дадут нормальную цену какую-то. Если нет, значит, давайте запросим прям по России, сделаем какие-то котировочки. Запросим, пусть нам покажут, расскажут. Потому что, ну, я вам так хочу сказать, не настолько это дорогое на самом деле дело. При наличии работающего производства и тех отходов, которые существуют на чугуне, на чугунине, то я думаю, что мы найдем и дешевле. В дополнение на планерке предложили собрать всю имеющуюся информацию по памятникам архитектуры и разместить ее в интернете, например, на сайте городской управы. В Калуге начинается месячник благоустройства. В массовой уборке города участвуют все управления. Однако, пока одни занимаются вывозом мусора с дворовых территорий, скверов и улиц, другие отвечают за надлежащий вид ограждений строительных площадок. Комиссия регулярно встречается с подрядчиками, чтобы лично проконтролировать ход выполнения работ, чтобы как следует подготовиться к майским праздникам. Мероприятия по благоустройству города продлятся до конца апреля. Более полутора миллионов, столько человеческих жизней ежегодно уносит туберкулез. Накануне во всем мире отмечался день борьбы с этим заболеванием. На театральной площади был организован благотворительный базар. Волонтеры собирали средства для больных с множественной лекарственной устойчивостью. Эти мероприятия дали старт недели борьбы с туберкулезом. Подробнее расскажет Андрей Степичев. Другу сформировали или двое? Все войдете одной чашкой. Контейнер для сбора средств под роспись и специальные аксессуары, чтобы сразу было понятно, кто и для чего здесь собирает пожертвования. Антидуберкулезный десант выходит на театральную площадь и сразу же приступает к непростой, но ответственной работе. С ромашками вместо флагов и верой в то, что хоть кому-то удастся помочь, студентки аграрного колледжа объясняют прохожим всю важность своей сегодняшней миссии. Ну, ромашка – это символ того, что мы против туберкулеза. И нас бы, как всегда, из колледжа, чтобы мы людям рассказали об этом. Ну и чтобы они пожертвовали, конечно, деньги на то, чтобы всем больным помогли. Туберкулез – это та болезнь, в которой живет треть населения планеты. И такое соотношение пропорций справедливо и для Калузской области. О коварстве палочки Коха, исследованиях Пирогова и вообще истории противостояния человека и туберкулеза здесь говорили те, кто ежедневно с ним сталкивается и, несмотря ни на что, верит в окончательную победу. С незапамятных времен, значит, ведется это, правильно называется, борьба с переменным успехом. В настоящее время палочка Коха стратегически меняет свои позиции. Появляются совершенно иные, тяжело поддающиеся лечению формы, такие как форма с множественной лекарственной устойчивостью. Ранняя диагностика и здоровый образ жизни здесь очень наглядно и максимально доходчиво пытались объяснить, что вредные привычки действительно вредные, а спорт и физкультура – главные защитники от любых болезней. Паркур тоже против туберкулеза, а вместе с ним и всех его возбудителей. Дмитрий Яхонтов – ярый противник курения и считает, что в этой привычке нет ничего, что может привлекать. Он сам никогда не брал в руки сигареты, и тех, кто сознательно губит свое здоровье, мягко говоря, не понимает. Ну вот, которые люди курят, отношусь не очень. Ну и, конечно, иногда бывают такие ситуации, когда можно пообщаться все-таки, а сам к этому негативно просто отношусь. Не для меня это чуть-чуть. Уже четвертый час они собирают на театральной площади деньги, и хоть пока мало, что знают о самом туберкулезе, прекрасно понимают, что делают большое дело. Самые маленькие волонтеры благотворительного фонда к своему заданию подошли со спортивным азартом. Они устроили между собой соревнования на самую тяжелую копилку, но за несколько часов так и не смогли выявить победителя. Кто как, кто хочет давать, кто не дает. В основном дают те, кому уже за 30-40 лет. Ну, мы, у меня, вот я подходила, спрашивала, у меня дают только те, кто уходит с улыбкой. А у меня на все молодые дают. Собирать пожертвования волонтеры будут всю неделю. В пятницу состоится подведение итогов, и сразу после него организаторы отправятся за продуктами. Мы через оптовые базы, у нас, в общем-то, уже давно-давно идет эта программа, продовольственная помощь малобеспеченным больным туберкулезом, будет закуплен, я уже говорила, продовольственный набор, где-то в размере, значит, тысячи рублей. В прошлом году мы 60 наборов сделали таких. Сбор средств – это только часть масштабной программы недели борьбы с туберкулезом. Акции, экскурсии, лекции и даже специализированное мероприятие в женской колонии. Белая ромашка – главный символ ближайших нескольких дней. И лишний повод задуматься о своем здоровье и сходить на флюорографию. Андрей Степичев, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИКО-ТВ. Воспитание в традициях православия. Уже больше 15 лет при храме Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, существует православный молодежный центр. Его воспитанники и организаторы сегодня в гостях программы «Главное». Они расскажут о группе раннего развития для малышей и школе выживания для подростков, где ребят учат навыкам самостоятельной жизни в трудных условиях. А также о том, как в современном мире сохранить семейные ценности и укрепить духовно-нравственные основы. Телефон прямого эфира 557799, начало программы в 20.00. И не случайный разговор о театре. В преддверии международного праздника, который отмечается 27 марта, в студии радио НИКО-ФМ слушатели смогут проникнуть в театральное закулисье. В гостях у ведущих руководители двух театров – областного драматического и театра кукол. Присоединяйтесь к разговору по телефону 791-391, начало программы в 19 часов. Не случайный разговор также можно смотреть на сайте nika.tv.ru в онлайн-режиме. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.